Девушки отдыхают Иногда он сгущался, а на следующий день исчезал. Спустя сутки появлялся снова. Сопоставив факты, специалисты пришли к выводу. Аномальная погода возникла не сама по себе. Центральная часть России находилась в области высокого атмосферного давления полтора месяца. Подобную аномальную устойчивость ученые не наблюдали никогда. Физик-теоретик, академик Николай Левашов полагает, что причина небывалой жары – направленное воздействие человека. В природе нет сил и законов, способных удержать антициклон на одном месте так долго. Сновился он по одной причине, что я считаю, что это возникло в результате созданной специальной ловушки применения двух типов оружия, даже не одного типа оружия – климатического и геофизического. Оказывается, существует установка, способная вызывать климатические изменения на всем земном шаре. Американский комплекс «Харп» на Аляске. На площади в 14 гектаров расположены 180 антенн и 360 радиопередатчиков. Мощность объекта – 3,5 миллиарда вон. Это больше солнечного излучения в миллион раз. Официальное назначение – геофизическая станция для изучения северного сияния. Все это технологии двойного назначения, так называемого. Какое назначение? Гражданское и военное. Военное назначение, оно сокрытое, и работают специально, так сказать, надрессированные или подготовленные люди. Ни один журналист или независимый эксперт никогда не допускался на Харп. Все научно-исследовательские работы на объекте строго засекречены. Территория установки охраняется серьезнее, чем Пентагон. Американцам удалось создать систему Харп, которые заявлены как чисто исследовательская программа по изучению верхней ионосферы Земли. А на самом деле это высокочастотный, так сказать, нагревной стенд большой мощности, который позволяет создавать на высотах ионосферы протяженные плазменные образования в результате нагрева ионосферы мощными пучками радиоволн. Ионосфера – это верхний слой атмосферы Земли. Харп может создать излучение, способное повлиять на климат. По мнению академика Левашова, это и произошло летом 2010 года. В этой миссии Харпа были задействованы американские спутники, находящиеся на геосинхронной орбите. Такие спутники движутся со скоростью вращения планеты. То есть каждый из них постоянно находится в своей географической точке. Установка выпустила импульс. Он был перехвачен спутниками и направлен в конкретное место. Неважно, где находятся источники излучения, источник излучения на настоящей Земле, допустим, в Аляске, создает мощный импульс, свечей излучения, который принимается одним спутником, и в зависимости от необходимости по программе компьютера он переходит от спутника к спутнику и доходит до той точки, где нужно создать так называемую ионную линзу. Ионная линза порождает озоновую дыру. И действительно, синоптики зафиксировали над восточной европейской равниной внезапную потерю озона, максимальную за последние 43 года. Видимых причин этому не было. Она образовалась, и что получается? Когда-то оно возникло, тут же жесткое космическое излучение плюс ультрафилетовое излучение Солнца уже беспрепятственно идет на поверхность и начинает все выжигать полностью. Палящий зной продел глобальную засуху. И даже влага водоемов не спасала людей и сельскохозяйственные посевы. Озера и реки высыхали и уходили под землю. Почва превратилась в раскаленную потрескавшуюся плиту. Комплекс ХААРП, по мнению экспертов, способен ионным излучением разогреть и верхний слой земной коры. Вот таким образом возникает своеобразная сковородка. Горячая сковородка. И эта сковородка почему-то по случайности оказалась точно вот озоновой дырой. Вот эта ловушка, в которую и антициклон и въехал, и сел. А потом в разных регионах России начались пожары. Горели леса и торфяники. Огонь погубил десятки населенных пунктов и несколько стратегических объектов. Так в Коломенском районе Подмосковья сгорела 25-я центральная авиационно-техническая база ВМФ. Но самое забавное, если вы посмотрите, где возгорание, почему-то возгорание, в основном, где находятся стратегические объекты с оборонного значения и так далее. Ох, какие умные пожары пошли, а! Не правда умные? Что большинство пожаров возникло в тех местах, где находятся военные части стратегического значения, оборонного значения и так далее, где цеха производства, допустим, С-300 находится, да? В апреле разные точки. На сегодняшний день ХАРП работает лишь на треть своей мощности. Испытания полной силы никогда не проводились. Если, значит, включить, в кавычках, на полную мощность ХАРП, то могут возникнуть так называемые геономании, вплоть до раскачивания гемогнитного поля Земли, инверсии магнитных полюсов и высыпания электронов. Это может приводить к стихийным бесам тайфуна, торнадо. Им нельзя пока достаточно время направлять и направлять на нужную цель. Это может привести просто к глобальной катастрофе, вплоть до схода Земли со своей орбиты. Геофизик Александр Городницкий недавно зафиксировал необъяснимое уменьшение магнита сферы Земли. По теории ученого, это предвещает смену полярности магнитного поля. На севере земного шара магнитное поле заряжено со знаком минус, на юге плюс. Сейчас знаки меняются. Планета останется без защитной магнитной оболочки. Подобные уже в том, что погоди по заказу подошли серьезно и довольно успешно. Как давно проводятся такие работы? Ну, будем говорить так, в Советском Союзе с 1927 года начались изучения вопросов воздействия на атмосферный процесс немцев, по-моему, в 1938 году. Значит, Израиль, по-моему, в 1969 году. Американцы работают с 1975 активно в этом направлении. Изучались разные методы воздействия на погоду, в том числе с помощью экстрасенсорных способностей человека. Эксперимент, проводимых в том же МЧС, когда исследовались возможности воздействия группы лиц на природные условия. Но такие возможности реально существуют. Я не говорю о том, что сегодня это результат работы каких-то колдунов, экстрасенсов или технических средств. Это уже, так сказать, идет климатическая война. Я не готов вам на это утверждать. А то, что могут люди вызывать и дожди, и так сказать, засухи, это реально я проверял и видел. И мы знаем механизм этого действия, воздействие на, будем говорить, аэносферные слои. Сегодня только в России официально лицензировано 65 методик воздействия на погоду. Их применение разрешено Росгидрометом для борьбы с засухой, градом, ураганами, разгона или сбора облаков во время массовых мероприятий. Хотя тогда возникает вопрос, почему эти технологии не применили во время страшной июльской жары? Или же они оказались бессильны? Параллельно в лабораториях всего мира шли разработки по созданию климатического оружия. По сведениям историков, первопроходцами в этой области были ученые Третьего рейха. Было несколько баз, три базы, на самом севере Канады, где тоже они испытывали климатическое оружие. Достигли хороших результатов. И часть документации попала уже после войны к американцам, которые построили три точки, три станции по нагреванию и аносферы. И могут сегодня вызывать и цунами, и запускать вулканы спящие, и повышать температуру не только в столице нашей родины, в городе Юргерой, в Москве, но и в любой точке мира. Поэтому климатическое оружие было создано Третьим рейхом, и правоприемником уже потом стали и американцы, и Советский Союз работал в этой тематике очень активно. Одним из главных секретов советских спецслужб в 70-е годы был комплекс Сура. Он также, как ЭТАР, обозначался как станция для изучения ионосферы. После расплаты Советского Союза финансирование Суры было прекращено. Все исследования свернуты. Или, как полагают некоторые эксперты, перенесены в другое место. Были построены 1 миллиард ватт. 1 миллиард ватт. Я вычитал, что такая установка имеется под Зеленоградом. Второе – это в Нижнем Новгороде. Еще в Мончегорске такой город. В Пасхе. Сейчас вот большие чудеса, которые творятся, и снегопады, тогда я считаю, что это адхарм. Я думаю, что это просто... Идут по банку и... Играть вопреки природе, в том числе и на своей территории. Ряд ученых склоняется к мнению, что разрушительное цунами в Юго-Восточной Азии тоже явилось следствием испытаний или применения климатического оружия. Природный катаклизм унес жизни почти 300 тысяч человек. Сначала разрушающая волна достигла Индонезии и Таиланда, а через три часа докатилась до побережья Шри-Ланки и Индии. Волна обошла все уголки земного шара. Ее колебания были зарегистрированы не только в Антарктиде, не только в Тихом и Атлантическом океанах, но даже в подмосковном Обнинске. Вот документальные кадры. Мутный поток, как игрушки, тащил по улицам автобусы и рыбацкие баркасы. Эти люди думали, что самое страшное уже позади. Но неудержимый тягучий отлив забрал их с собой. На глобальной природной катастрофе. Там расположен литосферный разлом. И когда уровень таяния льда в Гренландии превысит критическую отметку, вода хлынет внутрь планеты. Водная толща достигнет глубин астеносферы. Произойдет паровой или гидротермальный взрыв. Вулканы всей планеты начнут извергаться. Поднявшись до стратосферы океан, потом опускается вниз и возникает чудовищный цунами. Сначала поток будет в виде дождя. И так как базальтовой пыли будет много среди воды, то небо закроется совершенно черными тучами. Наступит полная темнота, которая будет только молниями освещаться и взрывами оживших вулканов. Мир после катастрофы сильно изменится. Это будет новый глобальный потоп. Тучи вулканического пепла закроют солнце. Наступит ядерная зима и очередной ледниковый период. Удар пройдется по Франции, и Франция вся окажется так же, как и Германия, но может быть исключением самых горных районов. Польша, Белоруссия и дальше на Россию пойдет. И в России тоже будут полосальные разрушения. Особенно неприятность, я говорю, грозит Санкт-Петербургу, Архангельску, Мурманску, Новгороду Великому, Калининграду. Разбег даю от 2030 до 2070 года. В 2009 году русские хакеры взломали американскую секретную систему и выложили в интернет некоторые документы. После ознакомления с ними становится ясно, что глобальное потепление – миф, которым было бы очень удобно прикрыть возможные эффекты от испытаний ХААРПа. Изменения климата всегда наблюдались в истории планеты. И этот естественный процесс идет своим чередом. Однако о глобальном потеплении заговорили как раз во время запуска ХААРПа в эксплуатацию. Мы говорим о Третьей мировой войне. В каком-то виде Третья мировая война уже идет. Это локальные конфликты, и всякие ливни, непогоды, снегопады, не знаю. Отчасти это связано с тем, что испытывают новые виды воздействия. Применение климатического оружия официально запрещено рядом конвенции. Однако только во время военных действий. Нигде не оговаривается, что его нельзя применять в мирное время. Самое страшное, что противник никогда не догадается, что атакован. Следовательно, не может нанести ответный удар. В России оно применено так массово в первый раз, но уже не первый раз применялось раньше в других странах. В том числе и в 2003 году, если помните, применялось против Западной Европы, Франции, Испании, Италии. Причина была то, что Америка пыталась навязать этим странам свои продукты питания, генемодицинные продукты, которые они производят в массовом количестве. А Европа запрет на эти продукты есть, и они начали выжигать. И тогда в августе 2003 года во Франции, это 100% данное, температура в тени засеяла 60-65 градусов Цельсия. Действительно, Евросоюз наложил запрет на генетически модифицированные продукты на неопределенный срок, до завершения лабораторных исследований. Добавляю субботу. Инициировать дрожь Земли можно при помощи электрического воздействия генератором мощных импульсов или закачкой жидких промышленных отходов, химических или ядерных, в сейсмоактивный разлом. И еще сегодня полным ходом идет неконтролируемое воздействие на сейсмическую активность в военное время. Точки провокации землетрясения калькой ложатся на места крупных вооруженных конфликтов последних лет. Суммарная мощность сброшенных силами НАТО на Югославию бомб составила около 500 килотонн. После длительных бомбардировок землетрясения разной силы, как круги на воде, разошлись по соседним странам в радиусе 500 километров. Толчки были зафиксированы в Чехии и Словакии, Румынии и даже в Крыму. И это в сейсмически благополучной Европе. Не меньше бомб было сброшено американцами во время военной операции против Хусейна. Здесь применялись не только контактные, но бомбы с пенераторами, то есть которые взрываются не при контакте с поверхностью, а глубоко под землей. Это повысило эффект воздействия на сейсмичность и вызвало более серьезные землетрясения не только в самом Ираке и соседнем Ираке. Стала ли жара 2010 результатом применения климатического оружия? Возможно, позднее мы точно узнаем ответ на этот вопрос. Хотя уже сейчас можно предположить, с какой целью это было сделано. С какой целью? Я думаю, несколько целей. Во-первых, первое, чтобы поставить на крайнюю Россию. Второе, чтобы заставить, во-первых, напугать. Потому что определенные круги прекрасно понимают, что происходит. Понимаете? Третье, заставить покупать продукты питания герметичные, чтобы люди кушали и клестроли стерильные. В заводстве. Где бы вы не увидели инверсионный химический след, там на вас выпадут осадки, содержащие алюминий, барий, стронций. Почему мы не верим в то, что это происходит? Когда то, что мы видим в небе, точно совпадает с целями многих геоинженерных патентов, около 160 или более. Почему мы не верим, что это происходит, если каждый химический элемент, который есть в анализе дождевой воды, это основной химический элемент, включенный в эти геоинженерные патенты? Почему мы не верим в то, что это происходит, если их уровень повышается за очень короткий промежуток времени? Всего через пять лет мы увидим, как уровень содержания в дождевой воде, например, алюминия, возрастет на 50 тысяч процентов. Исследования качества воздуха в Калифорнии не показали, что эти металлы мигрировали из Китая, они имеют недавнее происхождение. Так что вам следует знать, что это бомбардировка тяжелыми металлами, которые выпадают на нас вместе с дождем, откуда-то приходят. Почему мы не верим в существование геоинженерии, которая изменяет погодные условия в точном соответствии с указаниями геоинженеров и сообщениями о последствиях геоинженерии. Они сокращают объемы дождей, увеличивают разрушение озонного слоя. Сейчас в северном полушарии имеется огромная озоновая дыра. Должен ли алюминий быть в почве или в дождевой воде? Да, он должен быть в почве. Это естественно. Он всегда там был. А должен ли он быть в дождевой воде? Абсолютно нет. Монентами геоинженерии определенно являются оксиды металла, в том числе окись алюминия. Бар Питерсон, владелица небольшой фермы, исследователь, радиоведущая. Эти растения выглядят чудовищно, совершенно чудовищно. Деревья умирают. Почему? Примерно два года назад я ехала на лошади по участку, а мой участок простирается очень далеко. Можно ехать и ехать через лес, вы знаете? Ручейки и все такое прочее. Это было, я говорю, было прекрасно. А позавчера я поехала кататься. И поехала по участку, я увидела там полное опустошение. Как я говорил раньше, Майкл, мы видим, как в этом примере очень стойкие местные растения, совершенно мертвы. Похоже на воздействие какого-то химического вещества. И мы наблюдаем это только в течение последних двух лет. А вот еще одно, вон там, там, сзади, мы видим много взрослых земляничных деревьев, которые достигают высоту 70-80 футов и погибают. Министерство сельского хозяйства отказывается проводить расследование. Показатель кислотности pH в этих местах обычно составляет примерно 5,6. С тех пор, как увеличилось количество инверсионных следов самолетов, я наблюдал, как показатель pH здесь, в этих лесах, но он, думаю, здесь подойдет слово «повысился» с уровня 5,6. Очень ярким признаком выпадения данных материалов являются изменения показателя pH в лесной почве. У нас есть очень обширное исследование Министерства сельского хозяйства, сделанное на почвах нашего региона, и состав этих почв изменился за 5-6 лет. Показатель pH изменился в этом, в этом районе, чуть ли не в 10-12 раз в отношении засоленности земель. Я лично был в лесу, чтобы провести тестирование совместно с учеными почвенниками из Министерства, которые чесали в затылке, и, казалось, не могли объяснить этих кардинальных изменений уровня pH, которые очень сильно влияют на экосистему. Мы думаем, что там есть поглощенный алюминий, гидроокиси алюминия, плюс карбонат бария, титанит стронция, окиси стронция, окиси бария, вероятно, некоторые окиси алюминия. Это, вероятно, и привело к окислению наших почв, которых стало в 20 раз больше щелочи до уровня почти 6,8. Просто слишком много точек, которые надо соединить в одну линию. Наше небо почти никогда больше не бывает голубым. Это называется последствием геоинженерии. Трудно поверить, какой объем солнечного света сейчас не доходит до Земли. Если найти термин «глобальное затемнение», вы увидите, что 20% солнечных лучей, которые попадали на Землю несколько десятков лет назад, больше до нее не доходят. Я хочу сказать, что происходят кардинальные изменения, о которых мало кому известно. Очень хорошо видно то, что происходит в небе. В результате полетов самолетов явно закрывается Солнце. Видны широкие тусклые следы, именно такие, какие описаны в геоинженерных патентах. Тяжелый алюминий уровень 40-50. До 3000, 4000, 5000. Это все еще широко распространено. Барий Стронций около 40-50, и снова. Вплоть до около 2000 или 3000. То же самое в отношении Барий Стронция. Откуда приходит эта гора металла? Расстройство внимания, болезни Альцгеймера, аутизма. Все, что многие исследователи связывают с алюминием, или вдыханием его аэрозолей. Почему статистика по этим болезням выходит за пределы нормы без внятного объяснения? Почему смертность от болезни органов дыхания в континентальных штатах переместилась с восьмой строки на третью за шесть лет? И никто не пытается задавать никаких вопросов. Почему астмой теперь болен каждый второй? Почему половина рекламы на телевидении посвящена лекарствам от аллергии? И снова, когда Дэвиду Киту, самому известному в мире геоинженеру, задали официальный вопрос о том, проводились ли какие-либо исследования, и о последствиях выброса 20 миллионов тонн алюминия в атмосферу, он не колеблясь ответил, нет. Хотя геоинженеры утверждают, что их модели призваны охладить планету, сейчас появляется ряд исследований, которые говорят, да, временно, на региональном уровне будет охлаждение, так как эти аэрозоли отражают солнечные лучи, однако ночью они фактически выполняют функцию покрывала и создают для планеты тепловой эффект, поэтому вопрос остается в силе, что они там распыляют. Один совершенно необходимый составной частью для достижения ими целей, направленных на искусственное изменение погоды. Итак, мы находим аэрозоли, мелкие частицы металлов, все это может быть использовано для создания метеорологических явлений, которые отличаются от стандартных, или выходят за пределы того, что обычно считается нормой. Когда русские начали работать в сфере геоинженерии в середине 70-х годов, мы добились того, что в Майами выпал снег, мы получили глубокие заморозки на почве в Мексике. Знаете, число погодных аномалий резко возросло, когда в середине 70-х годов была начата работа в сфере технологий погоды. В северной и южной Дакоте был достигнут рекорд зимней температуры, почти 100 градусов, это было выше старого рекорда на 32 градуса. Существуют очень важные вещи, которые люди не замечают, почти никогда не бывает голубого неба, на земле почти никогда не выпадает роса. Это известные последствия геоинженерии, а судя по всему, это так. Не поступает влага из атмосферы, она не выпадает, не образует росу. Существуют массовые температурные отклонения. Люди стали интересоваться, почему сегодня 80 градусов, а потом на следующий день идет снег и температура 50 или 45 градусов, а потом снова 80 градусов через день после этого. Если дергать климат при помощи этих программ, этих манипуляций, существование которых подтверждается, огромным объемом имеющихся данных, тогда в системе возникают массовые отклонения от нормы. Мы это наблюдали в марте на территории континентальных штатов, где были побиты 15 тысяч температурных рекордов. Это происходит повсеместно. Некоторые дневные температуры превысили рекордные на 32 градуса. Неужели людей не интересует, что же все-таки происходит? Если они хотят вызвать снегопад при температуре 45, 46, 47 градусов, я помню, что при 38, 39 градусах было такое. Эти снегопады при температуре около 40 градусов. Существует патент под названием «Льдообразование искусственного воздействия». Это патент Национального агентства по аэронавтике и космическим исследованиям. Полный его текст есть в интернете. Этот патент получен для создания искусственных снежных бурь, которые могли быть просто ливнями. Как бы абсурдно это ни звучало, если сделать поиск по теме «Китайцы создают снежные бури», можно получить длинный список статей, в которых Бюро изменения погодных условий Китая открыто признает, что они создавали снежные бури до тех пор, пока Пекину не был нанесен ущерб на миллиарды долларов. Тогда я хочу спросить, если это могут делать китайцы. И у нас и есть патент для достижения этих целей, почему мы должны верить, что снежные бури происходят естественно, если сейчас снег идет обычно при температуре 45 градусов, иногда 50 градусов, тяжелый, мокрый, плотный снег, полный алюминия, полный бария, полный стронция. Представьте себе пакет с искусственным льдом в аптечке первой помощи, который десятками лет хранится при комнатной температуре, пока вы не смешаете химикаты, чтобы получить лед. Как у телевизионного метеоролога у меня есть обязанности перед аудиторией. Были бури, которые проходили в противовес своей модели, или не так, как они проходили в прошлом. Если вы можете контролировать, где скапливается влага, и где она выпадает, так сказать, в форме дождя или любой другой форме осадков, тогда вы действительно можете все. Вы можете двигать погодные системы. Если вы хотите уметь управлять погодой, одним из известных нам факторов являются реактивы, которые используются в аэрозолях. Мы видели все от окиси алюминия, солей бария, стронция, сульфата меди, до йодистого калия, целый ряд различных химикатов, каждый из которых имеет различный уровень реакции с влагой в воздухе. Некоторые, такие как окиси алюминия, улавливают влагу. Наночастицы окиси алюминия, микроскопические, тонкие и одинакового размера, притягивают к себе влажность и влагу, которая содержится в воздухе, и так фактически начинается процесс нуклеации, когда влага конденсируется в этих аэрозолях. При помощи засева облаков химореагентами можно достичь выхолаживания, сделав так, чтобы облака отражали немного больше солнечного света обратно в космос, нежели это было бы в ином случае. И тогда на поверхность Земли попадает меньше солнечного света, она охлаждается. Эти аэрозольные частицы действуют как нечто под названием облачные ядра конденсации, а эти аэрозоли действуют как точки образования капель в облаке. Знаете, эта программа, HAAP, представляет собой систему полиантенн радиочастотных антенн. Их высота составляет 72 фута, на верхушке у них поперечная стяжка длиной примерно 60 футов в каждую сторону. Сейчас в системе 180 таких антенн, так что вы можете представить себе это поле. Вот что происходит. После включения каждой из них вырабатывается радиочастотная энергия, которая обычно исходит из антенны, и распространяется довольно быстро. Тот же принцип. Доктор Ник Бигич, эксперт программы HAAP. Это похоже на законы физики, если посветить фонариком на стену. Сначала появляется узкий луч, а к моменту появления света на стене луч становится широким. Идея HAAP состоит в том, чтобы сфокусировать или сконцентрировать эту радиочастотную энергию так, чтобы она не расходилась в стороны, чтобы ее можно было сконцентрировать, а затем манипулировать ей. Особым образом. Искусственное воздействие на климат – это широкая тема. Существует много способов, чтобы воздействовать или управлять погодой. Программа HAAP – это один из них. Потому что также есть компании частного сектора, которые занимаются этим бизнесом искусственного воздействия на погоду. В случае с программой HAAP, нужны ли вам аэрозоли для распыления в атмосфере, для повышения эффективности? В сущности, нет. Сделают ли они это более вероятным? Можно ли усилить определенный эффект? Возможно, что так. Можно ли контролировать распределение энергии более эффективно? Вероятно, да, потому что мы устанавливаем проводники или устанавливаем отражатели. Если попасть под град, подобрать одну градину и разрезать ее бритвой, вы увидите, что она состоит из слоев льда. Град обычно формируется в системе низкого давления, где идет мощное движение воздуха вверх. Впереди буря, воздух нагревается солнечным светом, воздух поднимается вверх, он поднимает влагу в воздухе на большую высоту, где намного холоднее. Влага начинает конденсироваться и превращается в капли воды, но воздушная тяга вверх настолько сильна, что вода переносится на экстремальные высоты, где она замерзает и начинает выпадать, как осадок. Когда она начинает падать, ее снова подхватывает и тянет вверх воздушная тяга, и она снова циркулирует в воздухе. Так что каждый раз, когда она поднимается в атмосферу, на внешней стороне этого ядра льда конденсируется влага, которая формирует еще один слой и еще один слой. И каждый раз, когда ее подхватывает воздушная тяга, она снова поднимается и получает еще один слой льда. Итак, если у вас есть система типа HAP, которая работает в комплексе с аэрозолями, химический след, который они распыляют в воздухе, можно действительно создать настолько мощную воздушную тягу, что эти циклы образования града будут повторяться снова и снова, пока вы не получите град размером с бейсбольный мяч или даже мяч для игры в софтбол. Купшая очень жаркая неделя во французских департаментах, расположенных в центральной части страны, с температурой в плюс 30 градусах, закончилась мощной вспышкой конвективного ненастья. Регион пострадал от сильной грозы, сопровождаемой высокой электроактивностью, ливневыми дождями, шквалистым ветром и небывало крупным градом. С мнением очевидцев, некоторые градины были около 15 см в диаметре. Хотя документально подтверждено выпадение града размером 12 см, что, согласитесь, также немало. Наиболее сильно пострадал город Шатару, центр департамента Плюс. Там градины, достигавшие веса в 210 грамм, с легкостью разбивали черепицы на крышах домов, оконные стекла и повреждали автомобили, оставляя значительные вмятины на деталях кузова и разбивая стекла. Сильнее всего от стихии пострадал город ГАП. В среду вечером городские улицы, проспекты и дворы были засыпаны толстым слоем града в виде снега. Града выпало очень много, что многим жителям пришлось откапывать свои автомобили. Несмотря на то, что к горожанам присоединились муниципальные службы, понадобилось несколько часов, чтобы нормализовать ситуацию в городе. Кажется, мы утратили свой моральный стержень и понимание этики, когда мы говорим о том, что мы все должны жить в рамках эксперимента, который проводит с нами кто-то другой. Если вы знаете или можете предсказать погоду в любое время, в любом районе, тогда вы управляете судьбой человечества и ценами, которые люди платят за все. Вашингтон не отвечает на вопросы простых людей. Он реагирует на коммерческие интересы тех, кто может потратить миллионы. На избирательную кампанию теперь уже без ограничений, кто фактически управляет политическими решениями в Вашингтоне, округ Колумбия. Я верю, что погоду нельзя искусственно изменять. Я надеюсь, что когда-нибудь мы сможем контролировать погоду. К власти быстро привыкают. Мы берем то, что сделал Создатель, захватив его власть и передав ее под управление корпорацией. Вы управляете погодой, вы управляете планетой. Вот так просто. Некоторые думают об этом со страхом, некоторые с яростью. Я думаю об этом с верой. С верой о том, что мы все вместе, как человеческие существа, как человечество, имеем силы и возможности, чтобы остановить эти вредоносные программы. Привет, это Макс. Отставьте сообщение. Макс. Отставьте сообщение. Макс. Отставьте сообщение. Улыбайся. Улыбайся. Я люблю эпоху золотого сорок пятого года, когда Америка была сияющим городом на холме, а не банком под маской державы. Играешь в бога. Но голландец, разве по-вашему, не игра в бога? Спросите Макс, он знает. Наука не что иное, как игра в бога. И что поделать, он не всегда играет по правилам. Знаешь, что бы тебе ответил мой брат? Что? Стоп! 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 Мне сообщалось о прорыве ученых из Эмиратов в технологиях вызова дождя. Однако теперь этот успех обернулся не очень приятными последствиями. Сильные ливни привели к потопам в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Арании. ...обычи воды, и уже потратили на это миллиарды долларов. Ранее эксперты выдали прогноз, что к 2025 году две трети жителей Земли будут страдать от нехватки питьевой воды. Теперь страны Ближнего Востока любым способом стремятся установить контроль над погодой. ...тропические ливни обрушились на Азию и Ближний Восток, крупнейшие города Пакистана в воде. В зоне подтопления миллионы. Число погибших уже приблизилось к сотне. Затопило еще и Иран, и Объединенные Арабские Эмираты там сейчас развернули масштабную спасательную операцию. Военным приходится практически вылавливать проплывающих мимо местных жителей. Течение на улицах такой силы, что потоки сносят припаркованные автомобили и бьют витрины. ... 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 что станцию уже невозможно отремонтировать и даже спасти. Детка. В Европе, которая тоже терзает стихия, старый свет накрыла аномальная жара. В Британии сегодня впервые в истории из-за этого объявили красный уровень угрозы. Там даже расплавилась взлетная полоса одной из баз ВВС. В Испании температура воздуха перевалила за 40 градусов по Цельсию. Такие же показатели во Франции. И масло в огонь подливает антироссийские санкции, из-за которых пережить жару оказалось сложнее. Сначала не поверили своим глазам. Картинка, как из фильма «Катастрофы» поезд Мадрид-Галисии остановился среди моря огня. И по прогнозам, дальше только хуже. За последние три дня было сожжено более 20 тысяч гектаров. Более 10 дней наблюдается дневная температура выше 40 градусов. То же самое в Италии. Там засуха уничтожила треть посевов ячменя, пшеницы и риса. Во Франции на пределе человеческих возможностей работают пожарные. Мы бесконечно пытаемся победить пожар. Он растянулся на 40 километров. В любой момент может опять подуть ветер, и он станет сильнее. Солнце плавит асфальт в Англии. Больше напоминает плавленный срок и взлетно-посадочные полосы крупнейшей базы королевских ВВС. Срочная новость. Нам сообщают, что королевские воздушные силы приостановили полеты на авиабазе королевских ВВС в Брайснортене, так как взлетно-посадочная полоса расплавилась из-за экстремальной погоды. Жара в европейской части России выходит на пик. Огромный антициклон, погрузивший регион в тропический зной, и не думает слабеть. Наоборот, он расширяется. Какие еще регионы в ближайшие дни окажутся в его власти? И когда, наконец, придет спасительная прохлада? Эта погода совместной проекта телеканала России в Христовской области накануне удалось потушить крупный очаг в Каменском районе. Пламя локализовали на площади в 54 гектара. Огонь угрожал хутору Деченский. В республике Коми за последние несколько дней площадь возгорания выросла вдвое. И накануне превысила 10 тысяч гектаров. В Трое выросла площадь, пройденная огнем в Ханты-Мансийском автономном округе. И гарь тоже начала разносить по другим регионам. Прошлое. Нам остается только идти навстречу будущему. НАСА поддерживала спутниковую сеть, пока мы строили новую МКС. Мы сделали ее безопасней, надежней. Теперь она принадлежит всем нам. Одна планета, один народ. Пока мы помним, что впереди нас ждет будущее, мы будем жить. Нормальные морозы. Сегодня в гидромедцентре сообщили, что в регион идет сильное похолодание. Уже со среды 23 ноября морозы усилятся. Ночью температура будет опускаться до минус 32. В целом это ниже нормы на 14-16 градусов, отмечают синоптики. Похолодание придет на юго-запад Сибири и Урала, в Омскую, Чулябинскую, Курганскую, Новосибирской области. Также на юг Краснодарского края, Косноярского края и Хакасию. Некоторые районы Нью-Йорка, наконец, взяли перерыв в воскресенье после того, как шторм несколько дней выбрасывал потенциально рекордное количество снега на города к востоку, от озер, Эри и Антария. Были сняты. Это исторический шторм. Без сомнения, он войдет в Книгу рекордов, заявила губернатор Нью-Йорка Кэти Хоу-Кул на брифинге в воскресенье. Снег начал падать в четверг 17 ноября и продолжался до воскресенья 20 ноября в городах к югу от Буфа, в стихийном ведстве на федеральном уровне для пострадавших районов, что потенциально может открыть некоторую помощь. Спасатели проверяют жителей парков мобильных домов в районах, где выпало достаточно снега, где помяло крыши и частично обрушено. Каневой, обледеневой, отогреваться в домик. Россия разгребает седьмой день. Признаки надвигающейся гибели человечества. Количество опасных метеоявлений за 30 лет удвоилось. 371 такое событие в год. Это значит, что каждый день на территории Российской Федерации где-то происходит какое-то гидрометеорологическое опасное явление. Где-то это засуха, где-то это ливень, где-то это смерч, где-то это так называемый волн тепла. Остальной части мира тоже не легче. Беларусь в ноябре открыла сезон зимних горок. А в США чемпионат двора по прыжкам в снег и прямые репортажи из сугробов. Будто это не Нью-Йорк, а настоящая Аляска. В период изменения климата погода нервничает. И ведет себя очень своеобразно, выполняя каприз. Это был каприз. Но этих капризов становится все больше и больше. Предвестники апокалипсиса уже здесь. Это кадры из Австралии. Репетиция вселенского потопа состоялась на неделе. А в Шотландии, где погода хоть и депрессивная, но почти всегда спокойная, реки вышли из берегов. Как вы себя чувствуете? Опустошена. К концу столетия карта мира изменится до неузнаваемости. Под водой окажется Северная Франция, Бельгия, Германия, половина Нидерландов, несколько районов Нью-Йорка, Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. В Азии утонет юг Вьетнама и Бангкок. В России затопление грозит Калининградским пляжем и Васильевскому острову в Петербурге. Сместится граница вечной мерзлоты. Города за полярным кругом, скорее всего, придется перестраивать. Вот так в конце века могут выглядеть самые популярные туристические места планеты. Панорама будущего составил американский ресурс Climate Central. Вместо райских садов с ландшафтной архитектурой и подводные пейзажи в духе Атлантиды. Ну а вот как в конце века может выглядеть прогноз погоды. В кубинской столице солнечная без осадка. Температура окружающей воды плюс 34 градуса. В пригороде немного прохладнее. В утренние часы морские течения принесут центральные кварталы немного океанического мусора. Но к обеду вода снова кристально чистая. Идеальные условия для подводной экскурсии. Поэтому во что бы то ни стало сократить количество газа в атмосфере. Но тут пандемии, санкции, в общем, не до этого. Так что планета медленно продолжает тонуть. Первыми, как всегда, приспособились китайцы. Город Губка — новая модель строительства для борьбы с наводнением и засухой. Идея города Губки в том, чтобы дать воде больше места, вместо того, чтобы пытаться заключить ее в бетон. Это бесполезно. Реки все равно будут выходить из берегов. Строить такие ноевые ковчеги — единственный путь для человечества. Потоп неизбежен, даже если количество парниковых газов удастся сократить. Ведь климат на Земле цикличен из-за смещения орбит. Полюса смещаются в сторону экватора, тают, а потом снова замерзают. Спустя тысячи лет потепления вновь придет ледниковый период. Ледниковый период точно. Хотите узнать больше? Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...